ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Гигантская часть планеты, вместо того, чтобы ходить по миру, смотреть на Солнце, формировать так называемое реальное сознание, формирует в себе виртуальное сознание. То есть уже все, сознание становится все больше виртуальным, понимаете. Ценности формируются часто не на основе того, что человек видел в мире, а на основе того, что сформировал, увидел в мониторе. И неврозы, страдания сейчас больше всего. Энергия уходит на туфту, которая воспринимается через экран. Энергия должна уходить на реальность. Современные цифровые продукты намеренно ломают механизмы нашей саморегуляции. На это влияет и система подкрепления, которая работает на дофамине, вызывающем эйфорию. Допустим, лайки и комментарии. Мы стремимся угодить онлайн-племени и тревожимся, когда это не удается. Легко найти, но сложно потерять. От гаджета трудно сбежать, потому что это очень удобный инструмент общения, позволяющий дружбе и любви преодолевать все расстояния. Благодаря им люди могут всегда поддерживать связь и не теряться. Именно потеря связи с близкими большинство оправдывает свой страх остаться без телефона. Это глобальная проблема, связанная с тем, что низко падает эмоционально-волевая сфера людей. Механизм возникновения ценности и радости, как награда за преодоление, уменьшается. И в результате депрессивность планеты растет. Потому что радости и ценности должны возникать, как награды за преодоление, в реальном мире. А человек этот механизм не включает. И все реже и реже включается. Депрессия и мир будут расти. Когда мы начали активно пользоваться соцсетями, разговоры переехали в чат, общение стало письменным. Появился определенный этикет цифрового общения. К примеру, если ты просмотрел сообщение, нужно на него ответить. Но и этого можно избежать, оставив его непрочитанным. Это удобно, когда нет времени или когда не до конца уверен в своем ответе. Некоторые, кстати говоря, понимают, что они, погружаясь в эти миры, начинают страдать, начинают болеть. Что у них эмоциональная волевая сфера падает. Есть такие дети, которые просто уже себя ведут, я бы сказал, психопатологически. И их надо уже оттаскивать от мониторов. И некоторые люди просто начинают осознавать это и убирать этот фактор из жизни и возвращаются в реальность. Несмотря на то, что сейчас почти невозможно представить нашу жизнь без использования гаджетов, зависимость от них становится серьезной проблемой, которая имеет ряд негативных последствий. Поэтому важно находить баланс в использовании технологий, чтобы они не контролировали нашу жизнь, а служили повышению ее качества. Карина Саяхова, Кристина Текина, Николай Суховский, Универ Новости. Субтитры создавал DimaTorzok